Как бы мы ни старались, но увеличить свои доходы не получается. Что ж, давайте оптимизировать расходы. Тем более, зная, что мы в жизни реально переплачиваем. И это как минимум в два раза. Бывшие склады овощехранилища, бывшие кормильцами магнитки 20 лет назад, по сути, стали тем местом, где тарится все разумное население. Потому как дешево. А сейчас и правильно. И у нас сегодня стоит очень сложная задача. Девочки, это не мальчики. Мальчику что, ну купил, ну тот повякал и все. У девочки должно быть все очень-очень клевое и оригинальное. Потому что это девочки. И чтобы девочки себе ни в чем не отказывали, мы вам предлагаем обратить внимание на специально представленную экспозицию от магазина Орион. Эту улицу, в принципе, вы все знаете. Я вам сейчас ее на схеме показал. Этот поворот, мимо него пройти очень сложно. Дело в том, что игрушек в городе много. На игрушках, на детях сейчас не зарабатывают разве что ленивые. Но вот кто возит качественный товар, вот это вопрос. А то, что здесь есть для девочек, это не просто качество, это еще и прелесть какая-то. Причем по очень смешным ценам. И это правда. Цена здесь, как в интернете, в самом дешевом месте мира. Я вам это гарантированно заявляю. Давайте сегодня совмещать полезные советы и, в общем-то, девичью тему. Хотя, в принципе, я-то пацан. Мне будет сложно. Но постараемся. Полезные советы – это вот эта штучка. Умный телефон. Дело в том, что в сетевых маркетах очень много естественного китайского товара. Ну, там вот очень забавный китайский товар. А вот этот умный телефон, он умеет правильно говорить буквы, выговаривать слова. Очень хорошее приобретение для тех, чья-то забирает постоянно сотовый телефон. Вот это. Итак, раз сегодня у нас 8 марта и международный женский день, то вот о девочках мы и поговорим. То есть у каждой девочки должен быть свой мальчик. В смысле, ребенок. И для ребенка вот такие коляски. Главное то, что они абсолютно идентичны взрослым. То есть это не просто игрушки. Это, по сути, чрезвычайно полезный навык будущим мамам, привитый с детства. Девочки взрослеют вообще-то быстрее, чем пацаны. Поэтому, девочки, вот вы посоветуйте своим родителям не покупать все в сетевых магазинах. Там вообще, честно говоря, делать нечего. Товар так лежит непонятно как. Здесь все понятно. Подразделение для мальчиков, ну, совместное, скажем так. И отдельная тема для девочек. Ну, даже подразделение для мальчиков, девочек незабытых. Это замечательные тримакаты. Ну, я по-другому его не могу назвать. И вот они, квадрики. Причем, обратите это внимание. Это же не просто квадрика. Вот тут имеет еще и рулевую реечку. Ну, и в розовом цвете. И, кстати, вот то же самое, что здесь за 2, ну, 970, в больших магазинах стоит почему-то 6 тысяч. Ну, неправильно это все. То, что я немного подтормаживаю, вполне объяснимо. Мало того, что мужику, по сути, женское это непонятно. Но непонятно еще и то, что народ наш ведется, как слепой кутенок. Кушает то, что суют. А засовывает непонятно что и по шаленным ценам. И это начинаешь понимать. Просто приехал в Орион. Да, сложно мне. Но вот вчера я поставил перед собой задачу. Купить определенную вещь. Объехал все магазины. Буквально все магазины. Не нашел. Вообще-то в наше время как-то дети воевали с танками. Пушки были. Пушек нету. Вот. При этом я прошел все магазины и вернулся опять сюда. Потому что здесь не удержался и купил. Внимание. На 2500 рублей я купил музыкальный синтезатор. Ружье. Водяное. Очень хорошее, кстати. Вот. И я еще купил кран. О, кран, да, клевый. Теперь, к слову о синтезаторах. Вот они здесь. По 850 рублей. Ну и чуть-чуть дороже. На 60 рублей. Я удивился. Но это настоящий синтезатор. Представляете, ведь здесь в Орионе можно купить не в три раза дешевле, а в 10, может быть, в 20 раз. И первоначальные навыки игры на фортепиано развиваются легко. Синтезатор, конечно, не Ямахин, не Курцвейл с инсоником, но несколько октав и правильное звучание с возможностью записи. Все-таки понимаешь, что второе десятилетие века 21-го. В очередной раз теряюсь, да, потому что очень много всего. В очередной раз думаю, почему я не девочка. Ну, вот так вот мальчиком родился. Потому что для девочек вот здесь есть все. Кстати, Орион – это не только магазин игрушек для, ну, тех, кто уже подрос. Нет, и те, кто еще не ходит, для них здесь много чего. И в очередной раз, это уже папам и мамам на заметку, если вы покупаете ходунки, ходунки должны быть минимум на шести, а лучше на восьми колесах. И тогда они будут служить очень-очень долго. И я этот ходунок сейчас переделал в танк. Ну, положил туда подушку, и мы сыном гоняем. Так, теперь про девочек. И почему, вот мы тут поспорили с супругой, она говорит, что если рождается девочка, то все по-новой. Ну, не все по-новой. Хотя, в принципе, если рождается девочка, и если девочка просит игрушки, сейчас я вам перечислю, что, сколько стоит. То есть, ну, что для девочки нужно? Нужен ей пылесос за 200 рублей, есть навороченный пылесос за 220 рублей, стиральная машинка, очень красивая, клевая, 320 рублей, микроволновка, 420 рублей. Что там еще? А, да, холодильник, 290 рублей, набор для вышивания, 220 рублей. Специально записывайте. Ну, вот, сюда приходим, телефон, естественно, розовый, вот такой замечательный, тоже 240 рублей. Ну, пупсиков здесь вот столько. Утюг, и еще что, и косметичка, и все. То есть, потратив 2 тысячи рублей, можно купить 10 предметов первой необходимости. Я их вам перечислил. Держитесь, пацаны, но игрушки для девчонок технически более совершенны. Вам еще предстоит дорасти до масштабных моделей самолетов, танков и машин. Еще позднее вы сможете ими управлять. А у девчонок все сразу, и точь-в-точь, как у взрослых. И теперь я понял суть моей детской зависти к представителям слабого пола. Ну, в детстве этот пол-то и не слабый, и навалять могут покрепче пацанов. Но суть открылась только сейчас. И Орион в этом помог. Помог вернуться на 30 с небольшим лет назад. У меня такое странное ощущение здесь. Я знаю, что я всегда чего-нибудь здесь в Орионе найду. Я круги наворачиваю, ищу, 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 и без покупки не выхожу. У вас есть такое ощущение? Есть. А что касается цены? Цены, допустим, в больших маркетах, они немножко космические по сравнению с этим. Да. Раза в два выше. В два раза? Да. Мы вас просто спросили и узнали, у кого-то человек со стороны, что в два раза выше там цены. То есть это логичнее здесь покупать получается, да? Да и еще раз, на детях не экономим. Потому как детская радость – это лучшее из лекарств. Она особенно помогает после душа из информационных помоев, в которых редко увидишь такие, будем надеяться, полезные передачи. Мы и откроем небольшой секрет. Специально снимали сюжет 23 февраля во второй половине, когда уже все подарки должны быть подарены. Но тем не менее, сюда, на вокзальную 5-2, в 10-й склад, в магазин «Орион» приезжают, и вот прям при нас люди уходят, выходят, затариваются. Конечно, есть маленький недостаток. В чем он заключается? Сюда надо приезжать до 5 часов. То есть до 5 часов вы покупаете игрушки, причем по ценам в 2-3 раза меньше, чем это в других местах. Как сюда приехать? Ну вот, схема проезда. Немного оглянувшись назад, понимаю, что счастливо в рыночном дурдоме мы жили всего 4 года, когда деньги были. Это был пол 96-го, 97-й, половинка 98-го. И такие же половинки 2006-го, целый 2007-й и половинка 2008-го. Еще 4 года ждать как-то не хочется, а хочется иметь те самые несколько сотен, которые просто надо тратить на удовольствие. Сделать это реально можно, только покупая все и подешевле, и поразумнее. Естественно, это север города, естественно, это Орион. И теперь уже эта добрая традиция позволить нашим детям радостью своей нас забавлять, и теперь это недорого. Субтитры создавал DimaTorzok